Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию необычный стример, который необычен тем, что будут использоваться те материалы, которые обычно используются при изготовлении лососевых мушек. Это вот такой специфический материал, как перо джунглевого петуха. Или же вот такое крашеное перо Себрайта. Ключок я взял Тимка 200Р, 10 номер. Так как изготавливать стример буду для поимки хорошего окуня, ну и опять же, если попадется щука. Форель тоже, кстати, не пропускает ее на прудах. Давайте приступим. Значит, тело я буду изготавливать из черного даббинга с сегментацией. Открыл я коробочку, пакетик, вернее, с перьями, и мне попалось вот такое перо. Поэтому я для того, чтобы наше перо не пропадало, мы его сейчас с вами будем использовать в изготовлении нашего стримера. Хвостик у него будет достаточной длины, должен равняться длине тела. Вымеряем. Отрежем. Изготавливать я буду все нитью где-то 12-0. Длинноватый еще, перемеряем. Вот такой длины мне будет достаточно. Поднимем его ниточкой, как мы умеем, пропустив. Подхватили оставшиеся материалы, не удаляем. Все равно будем сейчас формировать наше тело. Теперь нам необходимо с вами закрепить вот такой материал. Если нет, можете использовать обыкновенный люрекс, который у вас, я так думаю, есть. Это уже не столь существенно. Крепим его здесь же. Подхватили. Приступаем к изготовлению тела. Само тело у меня будет изготавливаться из черного даббинга. Можно использовать серый, зеленый, оранжевый. Как вы захотите. То есть мы делаем мушку в таких контрастных, раздражающих тонах. Это вот остаток того подшерстка, который остается при изготовлении мушек из меха-писца. Если у вас имеется другой даббинг, пожалуйста, используйте. Берем не очень большое количество, так как тело у нас должно быть прогонистое и в то же время достаточно объемное, но крепкое. Что я вам хочу еще сказать. Этого типа стример можно изготавливать. Может даже и нужно, если вы захотите, на нимфовом крючке. Особенность, почему я, меня спрашивали, отдаю предпочтение таким крючкам, а не нимфовым, объясняю вам сразу, так как в переписке это займет больше времени. Крючок такой формы обладает лучшей зацепостью, то есть лучше подсекает рыбу, меньше ее травмирует и удобно нам его извлекать. Нимфовый крючок еще может, как говорится, сравниться с ним, с такого типа крючком. Это когда отведено жало само. Но, допустим, вот, если рассматривать крючок, то жало отведено в сторону. Такие крючки я тоже использую. Проматываем теперь все наше тело. Вот так, дошли приблизительно до окончания нашего свинца. Не доходим 3-5 миллиметров. Сделаем здесь накидной узелочек, чтобы ниточка наша не убежала. И просегментируем теперь нашим люрексом тело. Выберите для себя угол, который для вас будет более приемлемый. Для вас будет через разогреть. остаточки отрезаем на место крепления нанесем капельку клея сразу поставим в удобное для нас положение крючок слегка поднимем вверх так как будем крепить сейчас у нас крыло добавим клея и промотаем хорошо наш люрекс для перышки я подбирал тоже из расчета так что они у меня вышли немножечко бракованная то есть расколотая я их подклеил значит длина моих перышек должна составлять примерно почти длину тела как вы видите чтобы доходило до начала то есть до конца нашего крючка до загиба это будет составлять почти середина нашего хвостика значит как мы будем крепить подровняли существует масса способов и каждый из вязальщиков прав по поводу крепления перышек джунглевого петушка я беру слегка наметил вот так увожу и прихватываю само перо я не обламываю если она у меня повернулась вот как в данный момент я могу его спокойно вернуть на место и сделать наклон тот который мне необходимо вот так меня устраивает и теперь я окончательно беру и прихватываю в одной точке наши перышки как вы видите перо стоит у нас нормально ничего нам не мешает я удерживая на месте крепления двигаюсь прихватывая ось прихватили теперь только лишь я беру ее и отрезаю удалили на место крепления добавим небольшую капельку клея остатки перьев я не удаляю так как здесь мы будем с вами еще делать симпатичный хороший ёршик и теперь окончательно я прихватываю наше перо в качестве ёршика я буду использовать как я уже показывал вот такое перышко крашена флуоресцентная сибрайта эта курочка довольно таки хорошая в работе мне она как попалась я очень сильно дорожу ее перышками она обладает всеми свойствами для пера который годится изготовлением мокрых мушек но в она достаточно крепкая перо нам необходимо для формирования нашей грудки взять совсем немножечко вот такого блестящего дабина или же с набора который я вам показывал это у нас напоминает перо павлина но я перо павлина здесь не ставлю по той причине что у нас горлышко мы будем изготавливать из дабинга и желательно чтобы здесь был большой объем поэтому много наматывать перо павлина нет смысла лучше использовать дабинга закрепили наше перо и вот эти ровно получается 35 миллиметров до загиба колечко там где мы будем проматывать я добавлю наш дабинга также как я говорил прихватили и теперь мы уже спокойненько можем наш дабинга скручивать хорошей веревочкой любыми плотнее больше меньше вот так и уводим нить колечку берем отводим бородки назад и формируем здесь ёршик следим за тем чтобы наше перо ложилась аккуратненько бородки не подворачивались два три вот сколько у вас выйдет оборотов это не существенно так как стример у нас хорошо огружен он он будет достаточно хорошо работать как стоячих водоемах так и на течение вот три оборота вполне достаточно доходим до укрепления до крепления нашего колечка где она расположена и начинаем крепить буквально в пару миллиметров не доходя до колечка закрепили подвернули перо и окончательно теперь здесь все закрепим я изготовлю головку и удалю остатки нанесли капельку лака на головку и наш вот такой необычный стример который ближе к лососевым мушкам готов к работе если вы захотите повторить не стремитесь к тому чтобы обязательно достать джунглевого петуха я в одном из фильмов выкладывал мокрую мушку которая послужила прототипом не только этой мушки но и массе других мушек которая исполняется значительно проще тоже красивая и тоже достаточно уловистая кто не видел я просто вот напомню что можно спокойненько взять по остаткам вот такое перо и точно также изготовить красивый хороший стример ротчик или же мокрую мушку перо можно заменить практически другим оттенком цвета подберете сами благодарю вас за внимание до скорых встреч встреч